По заснеженным лесам Лапландии катается не только Санта на оленях. Здесь часто можно увидеть и собачьи упряжки. Такие прогулки стали одним из самых популярных зимних развлечений в Финляндии. Покататься на собачьих упряжках приезжают из разных стран. Реми с семьёй прилетел из Великобритании. «Мы просто сидели на санях, а хаски нас везли. Они очень милые». В упряжках не чистокровные хаски, а помесь. Но собаки знают своё дело – управлять ими почти не надо. «Впечатления невероятные. Сначала смотришь на сани, пытаясь представить, как всё пройдёт. Это немного пугает. Но как только видишь собак, встаёшь на сани, и всё уже на своих местах. Конечно, допускаешь небольшие ошибки. Но если в основном делаешь так, как тебе сказали, всё получается идеально». Сейчас световой день в Лапландии длится всего несколько часов, так что туристы спешат полюбоваться лесом до темноты. Собаки за день могут пробегать до 50 километров. Экскурсии длятся от 45 минут до полутора часов. «Большинство туров мы проводим на нашей частной территории, на озере. У нас очень красивые пейзажи. Мы находимся за пределами рованиями, так что здесь окунаешься в природу». Этой зимой Финляндия переживает туристический бум. Прогулки на собачьих упряжках бронируют намного чаще, чем в прошлый сезон. Владельцам питомника даже пришлось брать собак на прокат у коллег. «Дело не в том, что мы не справляемся, но это трудная работа. Мы не только изменили условия, касающиеся собак, но и пытаемся удовлетворить спрос туристов. Так что декабрь выдался тяжёлым». В питомнике 107 собак. 60 из них работают, остальные на пенсии. Обычно они трудятся с двух до восьми или девяти лет. Потом им подыскивают новых хозяев. А некоторых оставляют обучать молодняк. Каждый год здесь рождается больше десяти щенков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова